В свои 12 Денис Авдеев грезит питерским зенитом. Кумиры парня – живые легенды. Криштиана Роналда и Денис Синяев. Для того, чтобы мечты ребят стали явью, их с первых дней приучают к комбинационной игре и прививают к культуру паса. Вот вы, когда передачи вот эти даете на два метра, они не нужны. Вот Дима. Постоянно, Дим, видишь, уже побежал. Другой ножкой спокойно играет. Другой ножкой. У нас две ноги. Мне нравится в нашей команде стиль паса. Лично многие команды нашего года просто мяч выбивают, а мы выходим через пас. По крайней мере, пытаемся. А это Владислав Куц, защитник авангардовской молодежки. За 11 лет Курянин прошел все ступени Академии. До дебюта в профессиональном футболе осталось сделать последний шаг. Сейчас такая маленькая задача – в авангард в основном попасть с молодежки. Конечно, сейчас нужно усердно тренироваться к этому. Вот. Как считаете, реально все? Конечно, конечно. Но если трудиться буду, то да, конечно. Живые примеры успеха у парней перед глазами. Только в прошлом году двое воспитанников курского футбола дебютировали в элитном российском дивизионе. Ковалев сейчас в Ростове, в премьер-лиге. Потом Сухарев, Минаев. Минаев Роман, который у нас был в дубле 4 года. Потом он прошел школу, он все ступени прошел футбольные. Он начинал от молодежной команды, потом от основной команды. И сейчас он играет в Туле, в арсенале, в премьер-лиге. Академия авангарда работает с 2005 года. Сейчас в ней занимаются около 500 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Для самых маленьких есть подготовительная группа. Молодежь у нас очень хорошая. Курск у нас город футбольный. Наши воспитанники востребованы не только у нас, но еще и в футбольных клубах России. Нам часто звонит Санкт-Петербург, Зенит, Спартак, ЦСКА. Интересуются нашими воспитанниками. И по большому счету по договоренности они уходят на ранг выше. Но самая важная задача Академии – подготовить игроков основы для главной команды. Сейчас в авангарде играют 9 воспитанников. По словам руководства клуба, уже в ближайшее время их количество значительно увеличится. Станислав Костиков, Максим Леонов, События дня.